Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Павел Солосенков, я агроном-технолог и магистр сельскохозяйственных наук. Сегодня я хотел рассказать вам коротко о системе питания, которую мы выбрали для своих сельхозпредприятий, сопровождением которых я занимаюсь уже много лет, как мы работаем по питанию на сою. Именно как это делаем мы. В течение 10 лет мы пришли к выводу о том, что много вносим удобрений, мало вносим удобрений, урожайность плавает. Нужно было найти оптимальную систему затрат на удобрения, нужно было найти оптимальное количество удобрения, которое нужно вносить под сою для того, чтобы получать стабильно свыше 25 центнеров урожай, не терять при этом денег на осадочные нормы удобрений, которые остаются в почве, не использованные, если вносить очень много. И чтобы не допустить недобора урожая из-за того, что внесли мало удобрений. Я вам сейчас напишу, как мы работали раньше, пытаясь добиться урожайности в 25 центнеров плюс, и какая система по удобрениям у нас выработана теперь, какие мы получаем результаты уже в течение трех лет и более на следующий сезон. Посмотрите на доску. Итак, мы не будем писать. Сверху напишем «соя». Система питания. Мы не пишем здесь про листовое питание, потому что сначала нужно заложить урожайность в почве и дать возможность сое набрать импульс роста корневой системой для того, чтобы заложить урожай. Итак, с осени, мы раньше вносили диамофоску в районе 150-200 килограмм на гектар. Здесь напишем, сколько это обходилось бы сейчас нам по финансам будет написано сбоку. Весной – это предшественник «Азимая пшеница», обязательная пахота была. И весной мы давали в рядок 20-20-14 или 16-16-16, либо это было 100 килограмм, либо это 150 килограмм в рядок при посеве с сейлкой одновременно. По финансам инокулянтам обрабатывались семена, азот раньше не давали, потому что считалось, что если инокулянт даешь, обрабатываешь, то вполне будет достаточно. Но обязательным условием было сульфат аммония, так говорили производители семенного материала, нужно сульфат аммония куча, и давали еще 200 килограмм сульфата. Теперь напишу коротко сбоку, что это было по деньгам. Было, и если бы сейчас мы работали по этой системе, то сколько бы мы денег тратили на сегодняшний день. Итак, 200 килограмм 10, 26, 26, это примерно, давайте посчитаем, средний рост падения цены, это где-то 8 тысяч рублей на гектар. 20-20-14 стоит сейчас порядка 50, тогда стоило 35, пусть будет это где-то тоже 40 рублей, 40 рублей, ну либо это 4 тысячи сверху, да, либо это 6 тысяч. Возьмем, что это 5 тысяч рублей. Сульфат аммония ценник постоянно плавает, но в среднем он где-то в районе, не будем считать, что это 20, возьмем все-таки 15 рублей и плюс еще 3 тысячи рублей. Итак, общезатратная часть на удобрение, 3 тысячи рублей на сульфат аммония. Итого у нас получается общезатратная часть на удобрение за весь период, осень, весна и по вегетации. Мы обычно вносили сульфат аммонии либо при пассивную культивацию, либо мы это делали под листовому аппарату после обработки гербицидов. Итак, итого 16 тысяч рублей на гектар на удобрение. С этого мы получали обычно в среднем в районе 20 центнеров сой. Окей, сейчас мы это все сотрем и напишем, покажем вам, какую систему удобрения мы выработали для себя на 3 года, для того, чтобы получать совсем другие результаты, выработать стратегию экономическую для себя в предприятии по удобрениям и получать стабильный прирост урожайности и по марже в том числе. Итак, стираем и, секундочку, здесь напишем эту цифру, давайте вот так, пусть будет 16 тысяч рублей на 20 центнеров сой. И запомним ее. Итак, сотрем и начнем дальше нашу систему вам прописывать. Оп, стерли, все, остановили. Оп, вернулись. Доска чистая. В прошлых наших расчетах было 16 тысяч рублей на удобрение минеральное и азотное на гектар. 20 центнеров сои. Средняя урожайность была за несколько лет. Нас это не устраивало. Мы хотели получить стабильно растущий урожай от 20 до 25 центнеров и выше. И при этом повысить плодородие почвы, увеличить накопление в почве органического вещества, сделать ее более богатой, сократить затратную часть и понимать, что почва улучшается, не портится ее ППК, почвенно-поглощающий комплекс. Итак, что мы делаем теперь? Сою мы сеем 3 года по сои. Это уже, в принципе, стандарт. Иногда получается 2, но все-таки. Итак, теперь с осени мы вносим 300-400 килограмм гранулированный помет. Гранулированный помет. Напишем, сколько это будет стоить денег. Если у нас соя первый сезон, и у нас анализы почвы не очень после предшественника, после кукурузы, после подсолнечника, пшеницы, ячменя, вот эти культуры там 3 года выращивались, у нас не очень получается по показателям почвы, мы можем внести минеральное удобрение. Но я напишу честно. Минеральное удобрение, минеральное удобрение, возможно, плюс-минус, это максимум 3000 рублей. Но это если показатели почвы впали, нужно их поднять, нужно внести определенные питательные элементы в почву, можем внести. Но мы их заложим, ничего страшного. И при, вот так пишем, весна, сев, при посеве, вносим 20-20-14, серый, где серо, серый мало в почву, нам обязательно нужно внести 50-70 килограмм на гектар по затратам. И сульфат аммония мы тоже вносим 70-100 килограмм на гектар. Это уже будет вегетация. Это у нас вместе с севом в рядок. Итак, посчитаем по деньгам, по мед, это где-то будет, пусть будет 8, аналогично минеральным удобрением, плюс-возможный, плюс-минус, минеральные удобрения, если они нужны. 70 килограмм мы считали по 40-2 тысячи 800, и сульфат мы считали по 15, еще 1500 по максимальным критериям берем. Итак, считаем, что здесь это 4300 рублей и 8. 12 тысяч 300. Какой результат мы получаем? Или 15, да? Это если первый год. Первый год могут у нас быть 15300 против 16. Допустим, это первый сезон, и у нас затратная часть 15300. Здесь мы получаем от 22 до 25 центнеров. Если вы вот это заскриншотили, я сейчас это сотру, немного, да, сотру, и попробую перенести это наверх. Пускай так будет, ничего страшного. 15300 первый сезон, это если с удобрением с минеральным. 15300, смотрите, уже меньше, да, уже дешевле. Урожайность 22-25 в течение трех лет проверялись и тестировались. Но, если это второй сезон, у нас 12300 рублей, затратная часть по удобрениям, мы получаем стабильно те же 22-25 центнеров. Это на 3-5 центнеров больше, чем затраты в 16 тысяч. Это в этом сезоне урожайность составила свыше 30 центнеров, при той же затратной части 12300, при той же самой, одинаковой. Мы можем планировать затратную часть, мы можем планировать урожай, мы можем планировать поля, которые мы хотим подготовить под сою, и понимать, что у нас останется после сои. Итак, если взять в течение трех лет внесения данной системы, то каждый год мы экономим порядка 3000 рублей только на удобрение. Итого 9000 рублей с гектара. Это сразу, это 2,5 центнера мы экономим каждый год. 2,5 центнера сои мы экономим каждый год, итого 7,5 центнера сои каждый год экономим только здесь. И плюс прибавка, допустим, даже это 3 центнера, это 9 центнеров. Мы сэкономили 7,5 и еще 9. Мы 17 центнеров за 3 года получили дополнительные прибыли за счет сокращения норм минеральных удобрений, отсутствия необходимости внесения их просто по шаблону, а вносим их по результатам, и получаем большую вегетативную массу, интенсивно развивающуюся сою, и отлично растущую экономику. Это наш пример. Если вы хотите, чтобы вам разработали вашу систему технологий по сои, под вашу почву и климатические условия, пишите в комментариях, будем рады помочь. Всего доброго, успехов в новом сезоне. Продолжение следует...